Невозможно угодить Богу без веры. И на то есть причина. Во-первых, без веры никому нельзя угодить. Вы слышали, как я неоднократно говорил об этом. И пока я жив, вы будете продолжать слышать, как я буду говорить об этом снова, снова и снова. Именно это я и признан вам говорить. Вера угождает. Неверие нет. Доверие создает здоровую, замечательную атмосферу. Недоверие нет. Вера является необходимым условием для всего, что делает Бог, потому что это духовная сила, которая является связующим звеном между небесами и землей. Это главная духовная сила, которая связывает небеса и тот уровень, на котором действуют они, с землей и тем уровнем, на котором действует она. Если бы не вера, они бы были полностью разделены, поскольку все, что дух, это дух, а все, что плоть, это плоть. И вы бы никак не могли соединить их вместе, особенно после того, что произошло в Эдемском саду, так как это разделило их. И без силы веры не было бы ничего, что могло бы их связать. Вера – это духовная сила-посредник. Вера была духовной силой, которая сотворила все материальное. Благодаря ей появилась материя. До этого был только духовный мир. По крайней мере, как мы с вами что-либо об этом знаем. Поэтому, когда была высвобождена вера, появился этот материальный мир. Бог сотворил человека, поместил его туда. И затем вера и послушание человека, я имею в виду, что Бог и человек были одним целым. Но когда произошло разделение, то первым пунктом у Бога в его повестке дня было вернуть сюда веру, чтобы была связь. И поэтому первым делом был заключен завет. А что делает завет? Обещание завета порождает веру. Задумайтесь об этом. Если я вам что-то обещаю, ничего не произойдет до тех пор, пока вы в это не поверите. А если вы в это верите, тогда мы соединены. Помните, что Бог сказал Аврааму, когда пришел к нему, чтобы заключить с ним завет, когда он сказал ему приготовить животных и все остальное? Помните, что он сказал? Я, то есть, что касается меня, он не повелел ему что-то делать. Он сделал ему предложение. Он сказал, что касается меня, я буду твоим Богом. Я буду заботиться о тебе. Я буду обеспечивать тебя. Я буду всем, что тебе нужно. Именно тогда он и назвал себя Эль-Шадаем. И затем он отошел и спросил, «А как насчет тебя?» В тот момент не было никакой веры. Пока еще не было. Бог высвободил свою веру. Его вера была в его слове, верно? Потому что он уже решил это делать, несмотря на все, что мог сделать ад. Бог уже решил верить в этого человека. Верить в то, что он говорит этому человеку. И если этот человек согласится на это, сдержать свое слово, несмотря ни на что. Но вера простерлась только досюда. Однако Авраам принял самое лучшее решение в своей жизни. Он сказал, «Что касается меня и моего дома, мы будем верить Богу». И что в результате произошло? Когда образовалась эта связь, Слово Божие говорит, что Бог вменил ему это в праведность. Авраам был все тем же старым греховным человеком, каким он был и за день до этого. Но Бог вменил ему или признал его другим. Он соединился с ним и относился к нему так, как будто тот никогда не согрешил. А мы знаем, что Авраам согрешал. И мы знаем, что он согрешал и потом. Но когда вы читаете послание Галатам, вы узнаете из 3 главы, что когда Бог это сказал, он обращался к Иисусу. То есть он называл несуществующее, как существующее. По сути, именно это Бог и делал через всех пророков. В Ветхом Завете и в Новом. Называл несуществующее, как существующее, пока оно не осуществлялось. И поэтому он проговорил к Иисусу, как будто бы он уже был здесь. И он сказал это Аврааму, как будто бы он был Иисусом. И была образована связь. Вера соединилась, и она по-прежнему здесь. Он по-прежнему является отцом нашей веры. Иисус является источником нашей веры. Разве не так? Он совершитель нашей веры. Он автор нашей веры. Когда он это сделал? Когда он родился от Марии? Нет. Когда он пошел на крест? Нет. Когда он воскрес? Нет. Когда Бог проговорил к Аврааму. Разве вы не знаете, что Иисус слушал? Бог обращался к Иисусу. Так говорит Слово Божье. И Авраам присоединился к этому. И вот он взял веру Авраама, веру Иисуса, и теперь небеса и земля соединены. Та вера была той верой, которая отправила его на крест. И та вера была той верой, которая воскресила его из мертвых. И та вера была той верой, благодаря которой вы родились свыше. Это та же самая вера. Ее ни на каплю, ни меньше, чем было в Иисусе, когда Он ходил по лицу земли и совершал все те чудеса. Он совершал их, потому что был Сыном Божьим? Или же Он совершал их как Сын Человеческий? Он совершал их как Сын Человеческий с верой в Бога. И это была та же самая вера, которая подключилась, когда был заключен этот завет. Хорошо. Я хочу дать вам сегодня некоторое понимание. Это не будет что-то такое, чего вы еще не слышали. Кое-что из этого, возможно, раскроется как-то по-новому и расширит то, что вы уже сказали. Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Марка. Я хочу, чтобы мы снова увидели, как эти 25% принесли плод в 30, 60 и 100 крат, тогда как остальные 75% нет. В 26 стихе Иисус сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит». И мы знаем, что земля здесь представляет собой вашего духовного человека, вашего внутреннего человека, рожденную свыше часть вас. Если вы еще не рождены свыше, то у вас будет сегодня возможность это сделать. Вы понимаете? И в книге притчи Писание говорит «Со всем усердием защищайте свой дух, ибо из него текут силы жизни». Это очень важно. Это семя, о котором он говорит, «Семя веры». Это семя не растет в вашем разуме. Оно не растет в вашем теле. Оно растет в вашем духе. «Если бы у того человека были всякого рода беспокойства, всякого рода проблемы до такой степени, что он бы каждое утро вставал и шел, выкапывал бы это семя, чтобы посмотреть, растет ли оно, он бы умер с голоду. И это равносильно тому, чтобы ложиться спать и всю ночь волноваться о том, что вы будете делать со своими проблемами. Тогда, как днем ранее, вы посеяли семя Слова Божьего, однако вы позволили волнению и беспокойству дойти до того, что вы поступили на основании этого волнения, страха и беспокойства. Теперь вы в незавидном положении. Поскольку вы выключили ваш дух и вы позволили вашему разуму встать на первое место. Теперь у вас разум, дух и тело, а в конечном итоге будет разум, тело и дух. И вот вы вернулись в естественную сферу. Вы находитесь точно там же, говорит Писание, где и язычники, поскольку все, что они делают, это ищи, что они будут есть, во что они будут одеваться, где они будут жить и что они будут делать. Если вы возвращаетесь здесь в естественную сферу, вы начинаете совершать ошибки. И с вами происходит то же самое, что происходит с языческим миром. Вы не отделены от него, вы снова к нему присоединились. И в этом месте опасно находиться, особенно в этот день и час. Итак, сея это семя. Давайте я последовательно здесь все это перечислю, поскольку вы захотите изучить это. Первым идет семя, затем идет покой, покой веры, вхождение в его покой. Вы помните это из послания к евреям? Мы входим в его покой. Слово Божие говорит, что мы стараемся, усердно трудимся над тем, чтобы войти в этот покой. Мы усердно трудимся не над тем, чтобы купить новую машину. Мы усердно трудимся не над тем, чтобы купить новый дом. Мы усердно трудимся не над тем, чтобы сделать нашу работу или наш отдел или какой бы вам ни был порочен проект. Мы усердно трудимся не над этим. Мы усердно трудимся над тем, чтобы сеять это семя и затем входить в покой. И иногда вы должны целенаправленно работать над этим. Вы должны работать над тем, чтобы пребывать в покое. Вы должны целенаправленно пребывать в покое. Как-то раз мы с Глорией приехали в дом моей мамы. Мы все еще жили в Талсе. И когда мы вошли в дом, мама была расстроена. Ей позвонили буквально за пять минут до нашего приезда. Она сказала... Только что позвонили и сказали, что тете Илей очень плохо. Я сказал, мама, я целый день ничего не ел. Не могла бы ты поджарить мне пару яиц? Она пошла жарить яйца. И снова зазвонил телефон. Позвонили и сказали, если вы хотите успеть увидеть тетю Илей живой, то вам лучше сейчас же приехать в больницу. Она умирает. О, мама начала швырять все туда-сюда. Я сказал, мама, дай мне мои яйца. Она выложила яйца мне на тарелку. И внутри у меня было сильное искушение делать то же самое, что делала она. Мне хотелось просто сорваться с места и одновременно носиться во всех направлениях. Я сказал, я хочу съесть яйца. Она сказала, Кеннет, ну же, мы должны ехать. Я ответил, мама, я хочу съесть яйца, выложи их на тарелку. Она выложила их и сказала, тебе некогда их есть. Я ответил, мама, я съем яйца. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И я съел первый кусочек. И дело даже не в яйцах. Я вхожу в покой. Я не собираюсь позволять дьяволу увидеть себя беспокоящимся. Я вхожу в покой. И когда вы это делаете, что-то происходит в вашем духе, что я не могу объяснить словами. Но мне и не нужно. Все, что мне нужно делать, это ложиться спать. Мне не нужно знать, что заставляет это работать внутри моего духа. Мне нужно знать, что это работает, и применять мою веру в это семя. Я начал исповедовать внутри себя. Тот, кто во мне больше того, кто пытается убить тетю Ильи до того, как мы туда приедем. Я съел яйца. Я даже не почувствовал никакого их вкуса. Я не объяснял маме, что происходило. Я не хотел, чтобы дьявол знал, что я делал. А разве он не знает? Любой глупец, думающий, что он может свергнуть Бога, мало что знает. И Слово Божие говорит, что духовного человека нельзя понять или заглянуть в него. Я съел яйца. Она сказала, ну давай же, давай же. Я ответил, эта рубашка грязная. Я носил ее весь день. Я пойду надену чистую рубашку и немного умою лицо. О, говорила она, ну же, пожалуйста. Я ответил, я иду, мама. Я пошел и переодел рубашку. И поймите, у меня было сильное искушение делать то же самое, что делала она. И пока она это делала, все только усугублялось. Мне хотелось бегать туда-сюда, понимаете, торопиться. И задумайтесь об этом. Я думал об этом после этого много-много-много раз. Чьим словам поверите вы? Вот в чем здесь вся суть. Мы поехали в больницу. И все это время я сказал, я не поеду за рулем, ты сади за руль. Я просто сидел в машине и целенаправленно всю дорогу усердно трудился над тем, чтобы войти в покой. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я повторял это снова и снова и снова и снова. И снова и снова. Что я делал? Контролировал свой разум. Не впускал в это свой разум. Я вошел в палату. Там стояла ее дочь и договаривалась по телефону насчет похорон, стоя прямо рядом с ее кроватью. Когда я зашел туда, конечно, ее уже перевезли из ее палаты в другую палату, в обычную палату, в которой ничего не было, ожидая, когда подойдет врач и констатирует смерть. И вот мы вошли туда. Ее дочь говорила по телефону. Я намеревался сказать, положи трубку. Сейчас же. И я сказал, положи трубку. Я не намеревался говорить это таким образом. Но во мне была сила, которая, когда я ее высвободил, просто вырвалась из меня. И только тогда я ее и обнаружил. Это еще одна вещь. Вы не можете обнаружить силу Божью, работающую в вас, пока не придет время высвободить ее. Ваш разум будет глупо и бесконтрольно впадать в неверие и все остальное. Я научился это делать. По сути, я сделал это утром. Я сказал, «Иисус, я подумал, ты должен знать, что дьявол пришел сегодня утром и лгал на тебя. О, скажу вам, все утихнет». Аминь. Дьяволу не нравится, когда вы включаете свет. На него это действительно сильно действует. И я вошел туда. Я спросил, «Господь, что ты хочешь, чтобы я сейчас сделал?» И он сказал мне, «Что мне делать?» Я должен был прочитать два места Писания. В своем разуме я не видел в них никакой логики. Когда прочитал их, я не видел в них никакой логики. И там были другие люди со своими родственниками. Они находились в такой же ситуации. Дьявол встрял в разговор и сказал, «Что подумают все эти люди? Ты читаешь эти места Писания мертвой женщине?» Но я не обратил на это никакого внимания. Я имею в виду, что если вы собираетесь позволять этому одурачивать вас, тогда почему бы вам просто не остаться дома? Большинство из вас так и делают. Простите меня, но я не пришел сюда играть с вами в игры. Если мы соберемся поиграть в игры, то выйдем куда-нибудь на шашлыки. Но сегодня у нас серьезный разговор. Аминь. Духовные игры закончились. Благодарение Богу мы дошли до этого момента. Теперь все по-другому. Я прочитал эти места Писания, которые Господь сказал, чтобы я прочитал. И она просто лежала там. И Господь сказал мне, что я должен был ей сказать. Я сказал это слово в слово. Я просто повторил то, что услышал от Господа. И понимаете, вот тут-то и подключается связь веры. Когда вы верой соединены с Богом, вы можете слышать эти вещи. Когда вы не соединены, а Бог говорит постоянно. Если бы я вошел туда и упал на пол, и начал бы плакать и причитать, Боже мой, тетя Илья умерла. Я промахнулся. Ой, за меня мы приехали слишком поздно. Бог бы все равно сказал то, что он сказал. Но я услышал бы это не лучше, чем гусь. Фактически гусь, наверное, услышал бы это лучше, чем я. Потому что Бог никогда не терпит неудач. Он всегда делает свою часть. Вы никогда не сможете войти в присутствие Божье и праведно обвинить его в том, что он не сделал свою часть. Нет, нет, нет. Он делает свою часть. Я сделал то, что он сказал сделать. Я сказал то, что он сказал сказать. И ее глаза тут же открылись и выпучились, как будто бы они были на пружинках. Она спросила, Кеннет, что ты здесь делаешь? Она прожила еще два года. Она была уже в преклонном возрасте. И она прожила еще два года. Прожила сама, без посторонней помощи. Она прожила еще два замечательных года. И как-то раз моя мама ехала на машине. И Господь проговорил к ней и сказал, тебе стоит сейчас повидать тетю Илью. Понимаете, есть разница, когда кто-то звонит вам и говорит, что вам лучше приехать. И мама развернулась и поехала к тете. Тетя Ильи сидела в своем кресле и просто смотрела в окно. Но она была несколько печальной. И мама спросила, Ильи, ты думаешь, что пришло твое время уйти домой к Господу? Она ответила, да. Она сказала, что Господь уже послал своего посланника, чтобы помочь ей перейти отсюда туда. она сказала, он вон там вот уже пару дней. Мама сказала, почему бы тебе просто не лечь в кровать, положить голову на подушку и уйти? Она ответила, наверное, я так и сделаю. Она легла в кровать. Мама помогла ей, уложила ее в кровать, положила ее голову на подушку. Мама начала молиться с ней, возложила на нее свои руки и сказала, сейчас или просто отпусти все. Она широко улыбнулась, начала молиться на иных языках и ушла Господу. Разве это никуда более славный путь, чем позволить дьяволу убить тебя?